Товарищ, помни, цензура не должна влиять на искусство. Ты же спал в галерейном матрасе. Художник вообще никому ничего не должен. Это невозможно, чтобы один человек расписал вообще все. Если ты при жизни никому не нужен, то и с чего это ты будешь известен после смерти? Если бы все знали какой-то один простой ключ к успеху, все бы сейчас сидели на этом стуле. Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, это Forbes Дайджест и летний Петербург. Сзади меня работа-дуализм современного художника и каллиграфа Пакраса Лампаса. Самая большая в городе, кстати. Пакрас вообще идеальный пример того, как художник может стать предпринимателем, продвигать свое творчество через новые медиа, создавать арт-пространство, помогать благотворительным организациям и при этом зарабатывать миллионы. Красота, ну? При рождении художника звали Арсений Пыженков, но сейчас свой творческий псевдоним он сделал и своим именем по паспорту Пакрас Лампас. Работает в стиле каллиграфутуризм, каллиграфити. Родился 19 сентября 1991 года в городе Королев, но позже переехал в Санкт-Петербург за творческой атмосферой. Интересоваться граффити и стрит-артом стал во время поездок на электричке из Королева в Москву, рассматривая рисунки на заборах вдоль железнодорожных путей. Начал рисовать в 15-16 лет. Учился в институте на специалиста по рекламе и маркетингу, но бросил его на пятом курсе. Хотя, в отличие от многих молодых звезд, образование он не критикует, а наоборот говорит, что оно ему помогло в бизнесе. И бизнес – это то, что Пакрас умело совмещает с искусством, за это порой и получает острую критику. На его счету множество коллабораций с известными мировыми брендами, от Акваминерали до Ламборгини. Он продает свои работы по всему миру. В среднем цена его картины – 20 тысяч долларов. Кроме этого, за ним масса проектов для городской среды. Муралы во многих российских городах, например, Сочи, Екатеринбурге, Петербурге, Самаре и других. Также работы Пакраса можно встретить, например, в Гонконге. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор самой большой каллиграфии в мире. Речь идет о крыше бывшей фабрики «Красный Октябрь». Пакрас как предприниматель пробует все – от самого очевидного – продажи своих работ, мерча, собственного бренда одежды и чехольчиков для телефонов до новых технологий вроде NFT и криптоарта. Так, например, на криптоаукционе за 29 тысяч долларов продали фотографию проекции работы Пакраса Лампаса на черкейскую ГЭС. Пойдемте знакомиться. Пакрас, привет! Приветики! Какие руки? Я вот сразу обратил внимание. Это не смывается просто или почему? Ты всегда вот весь в краске? Слушай, я просто рисовал сегодня до 3 часов ночи на новом объекте и работал с эмалью, которую очень сложно отмыть. То есть это я еще отмыл руки. Насколько я понимаю, где-то здесь твой дом и в 100 метров твоя студия. Все верно. Дом в эту сторону буквально минуту и студия туда тоже минуту. То есть ты пешком от работы в студию. Тут сразу понятно, даже без большой вывески, чей это офис. Очень удобно. Можно заказать себе такую дверь? Нет. Нет? А к тебе тоже будут приходить шоу-рум. Все, давай, заходи. Класс. Сразу чувствуется творческая атмосфера. Все, все в росписи, все в каллиграфии. Здесь я понимаю шоу-рум. Да. Тут у нас... 4600 футболочка. Да. Стоит самую дорогую вещь. Давай сейчас найдем. Ну-ка, давай, смотри. 7000. 7000. Больше что-то ничего не вижу дороже. Да. Что здесь самое дорогое? Что-то есть? Тут... Кожаные куртки. Тут, да, посерьезней. Там тиражные вещи, а здесь уже единичные. То есть куртка расписана вручную, и это прям такой арт-объект. Табуа расписана? Да. Серьезно? То есть это все штучные вещи? Абсолютно. Это кожзам и специальная краска, которая на нем будет хорошо держаться. Ну, кстати, 1000 евро. 82 тысячи рублей стоит. Вот такая куртеха. Эффектно, эффектно выглядит. Скажи, ты свой первый миллион долларов уже заработал? Нет, до миллиона долларов еще не дошел. А на что тратишь вообще деньги? Чем себя балуешь? Ну, в целом это либо какие-то путешествия, либо это какие-то покупки связанные, не знаю, с студией, с творчеством, с красками, с материалом. То есть я в основном трачу на то, чем я живу. Так как я в основном 99,9% времени занят в работе, то у меня просто старается, знаешь, максимально сделать комфортным процесс. Я, когда готовился, читал самые разные источники, особенно мне нравятся такие с таким пафосным языком. Оба его родителя принадлежали к рабочему классу. По признанию Арсения, его детство было тяжелым и бедным. Ничего себе, а что за источник? Узнай все называется ресурс. Такое, знаешь, типа желтая пресса. По признанию Арсения, его детство было тяжелым и бедным. Это так, Арсений? Слушай, да не, мы все жили, мне кажется, так же, как и жил любой другой подросток. То есть, мне кажется, вообще понятие бедности, оно очень такое странное и довольно оскорбительное. То есть, понятно, что у нас не было каких-то излишеств, но все всегда было в порядке. Просто я из большой семьи, у нас четверо детей, и я был сам взрослым, поэтому, естественно, у нас не было какого-то, знаешь, излишнего употребления. Но при этом родители всегда со всем справлялись, и я им всегда благодарен. Но они баловали тебя или нет? Мне самому никогда не нужно было, чтобы мне что-то дали просто так. То есть, если мы говорим, не знаю, о рисовании, то мне никогда не интересовала возможность получить карманные деньги, купить на них краску и пойти сделать работу. Либо мне хотелось выиграть в каком-то батле, получить эту краску, сделать работу. Либо получить проект по оформлению, но сделать этот объект, отдать фотографии, принять, не знаю, что тебе там за это дали сверху краски или сэкономить там материалы. То есть, у меня всегда было отношение очень такое, наверное... Предпринимательское какое-то. Я думаю, это больше как соперничество, но не с кем-то, а с собой. То есть, я всегда думал, как можно сделать что-то круто и при этом быть независимым вообще от каких-либо ресурсов. Поэтому для меня всегда семья – это было место, где было очень важно, чтобы просто все было хорошо у моих братьев, у сестер, то есть у брата и у сестер. То есть, ресурсы финансовые или какие-то еще меня сильно не волновали, потому что я понимаю, как это получить. И я всегда с детства к этому относился очень просто. А вот эмоции, когда ты приходишь домой и понимаешь, что у тебя все спокойно, все мирно, это гораздо важнее. А откуда это понимание с раннего возраста, ты говоришь? Я думаю, что, во-первых, это пример родителей, во-вторых, это некий круг общения, который я всегда как-то фильтровал и понимал, что лучше у меня там будет один-два друга, но зато люди, которым я доверяю, чьи, грубо говоря, ценности я разделяю, вместо того, чтобы там со всеми дружить, просто потому что это там как бы весело, и на тебя все время какие-то такие, знаешь, чужие авторитетные точки пытаются воздействовать. Два года назад мы брали у тебя интервью, и ты рассказывал, что я в последние лет 5-6 практически ни с кем не вижусь, даже с семьей, но это позволяет мне участвовать в культурных событиях мирового масштаба. Сейчас какая ситуация? К сожалению, так же все сложно с рабочим и, точнее, со свободным графиком. Я, мне кажется, в прошлом году из-за пандемии вообще практически год ни с кем не виделся из родных. Вот не считая того, что у меня сестра одно время жила в Петербурге и приезжала в гости в студию. Но в этом году у меня же был проект Королеве, поэтому я с удовольствием заехал и в семье увиделся, и друзей встретил, с которыми много-много лет не пересекались из-за разных городов. Вся семья в Королеве живет, да, по-прежнему, в Подмосковье? Да. Ну, сестра, понятно, что то в Петербурге, то в Москве, потому что у него там работа, проекты. Брат тоже уже вырос, и у него тоже в Москве много всего. А я вот, видишь, петербуржец. А какой у тебя был первый заработок с творчества? Много-много-много-много лет назад я одновременно начал зарабатывать на надписях и логотипах. И помню, мне написали, слушай, мы тут открываем какой-то новый ресторан, и нам нужно в меню написать название ресторана каким-то таким вот этим модным вашим каллиграфическим почерком. Возьмешься или нет? Я сделал проект, и, по-моему, мне заплатили на тот момент 150 долларов по прошлому курсу, там, 4 500, там, 5 тысяч рублей. Я думал, блин, это же будущее. А это меню, оно еще где-то есть? Нет? Не знаю. В Королеве какой-то ресторан был? Нет, был, кстати, уже в Петербурге. В Петербурге, да? А что за ресторан был? А я не помню, вот на Невском открылись, они как-то были связаны с книгами, какой-то такой интересный был формат. У меня тогда не было возможности прийти в тот ресторан и проверить, как он там живет. А до этого это были какие-то, знаешь, минимальные какие-то задачи, там, что-то нарисовать, оформить, там, нарисовать какую-нибудь такую небольшую иллюстрацию баллончиками. Но я так плохо рисовал простые вещи, что я не мог брать за это деньги, пока я не сделал это хорошо, поэтому большая часть вещей я соглашался делать бесплатно, пока я, типа, не научусь. И я тогда продавал, знаешь, всякие бумажки с каллиграфией тоже какой-то год, 2011 или 2010, вот первые какие-то надписи, зарисовки, там, для меня 3-5 тысяч за бумагу было нереальной стоимостью. То есть я уже понимал, что все, это будущее. Я точно могу всю жизнь рисовать эти бумажки. Если я в месяц их сделаю 10, то я буду прям, вот, знаешь. Чувствуете себя уверенно? Конечно. Россия классная страна для художника? Я думаю, что Россия одна из самых интересных стран сейчас для художника, который сам знает, куда идти и не боится принимать сложные решения относительно своих проектов и в целом своего развития, потому что экономика у нас не самая сильная. И, с одной стороны, это плохо, потому что нет сильного внутреннего рынка, но, с другой стороны, это очень хорошо, потому что все стоит недорого относительно глобальных каких-то цен, например, на материалы, на краски, на холсты, на аренды, на логистику, потому что все-таки это не дешевое занятие. Просто здесь нужно понимать специфику России как страны. Если это будет, то здесь потрясающе круто можно развиваться, и я с каждым годом все вижу больше примеров наших классных российских художников, которые не постарались там уехать из страны, чтобы сделать что-то там, а стали развиваться здесь и добились реально серьезных результатов. Ну а как же цензура? Есть ли вот цензура? Ты на себе ее почувствовал? Мне кажется, что цензура есть всегда. И в том числе вот то, что ты сказал. В Екатеринбурге. Ты на себе почувствовал фразу, которую я написал на площади новая, была «Товарищ помни», цензура не должна влиять на искусство. Поэтому мы имеем такие же инструменты, чтобы с чем-то бороться, как у кого-то есть какие-то инструменты, чтобы ограничить. Тут уже вопрос, кто умнее, мудрее, ловчее и так далее. Ты уже достаточно долго занимаешься искусством, уже заработал на студию, устойчивый бизнес. Ты продолжаешь быть борцом внутри, борцом с режимом, борцом за свободу? Или под утих, энтузиазм? Первая точка – это зачем я пришел вообще в творчество, в искусство. Я пришел много-много лет назад, потому что меня волновал вопрос культуры и того, как в будущем письменность изменится, как, например, открытые границы повлияют на то, какой станет письменность, как повлияют технологии и цифровизация нашего мира на то, какой станет письменность. Я изначально пришел к искусству не потому, что я хотел себе какие-то очки популярности или какие-то социальные вопросы решать. Элемент борьбы, он важен уже, наверное, как гражданская позиция. Я все равно остаюсь нашим гражданином, мне многие вещи действительно важны и в политическом, и в социальном вопросе. Например, последний мой социальный проект «Слиза Аберт», который связан с пропавшими детьми. То есть есть все-таки вещи, которые я стараюсь делать через призму художника, но все равно вот как такая гражданская позиция прослеживается именно в социальных сетях. То есть без привязки к рту, просто мое личное мнение по тем или иным вопросам. Сколько раз ты в своей жизни работал круглосуточно? Я уже перестал считать. Не знаю. Ну, довольно много. Ну вот по первым годам это вообще норма была для тебя? В первые годы, наверное, это было даже не то, что норма. Просто я не знал, как правильно выстроить график рабочий. И поэтому, если нужно было там 24 часа, например, или дольше на площадке пробыть или что-то там расписать в последний момент, то я за это брался и я это делал. Сейчас, скорее, это уже осознанные решения. И они не такие частые, но зато очень точно продумают. Мы очень жестко готовимся к проекту, понимаем тайминг, понимаем, что да, экстремальная ситуация, но нужно ее, так сказать, выполнить и работаем. Ты же спал в галерейном матрасе. Было разочек. Что это за история? Это был Гамбург, это был 2015 год и это были мои первые поездки в Европу уже в качестве не дизайнера, а именно художника с галерейными проектами. И так вышло, что когда я согласился на выставку в Гамбурге, у меня совершенно не было каких-то больших денег свободных. Поэтому, когда я туда приехал, я настолько сильно хотел сделать прям крутую серию работ, что пошел в арт-магаз, купил холсты 2 на 2 метра, там сам сколотил, мы сами их натянули. Но денег уже не осталось на хостел. И поэтому такие, ну ладно, надо что-то придумывать. И в итоге в галерее была инсталляция от прошлого художника и от прошлой выставки, где он сколотил такой парник, притащил, видимо, непонятно откуда какие-то матрасы, надувные, телек. И там была инсталляция, которая называлась «I don't care about the future». И ты спал в арт-объекте? Да. Ну это же действительно функциональный объект. Мне кажется, что художник, который делал его, абсолютно точно думал о том, что ирония про то, что мы не заботимся о своем будущем, собирая по сути из переработанных материалов какую-то вещь, может реально послужить функционально для другого человека. На улице начать не приходилось? На улице не помню, хотя мне кажется, что во времена, когда мы рисовали граффити, у нас были случаи, когда мы оставались ночью в Москве или где-то еще, просто потому что не успевали на последнюю электричку. И у нас был вариант либо искать какие-то попутки, либо варианты, как переночевать и поехать с утра, там, в 6 утра. Вопрос из категории «Интересные истории». Были ли у тебя интересные истории во время занятия граффити, побеги от полиции, взаимодействия с органами власти? Ну, конечно, мы бегали. Понятно, что я не был прям таким сумасшедшим граффитчиком, который прям везде, где нельзя лез. То есть у меня все-таки всегда было такое более осторожное отношение даже к тому, как я пишу, что я рисую. Но пару лет все равно выбились такими активными, когда мы там тегали, сбрасывали маркеры. Но так вышло, что меня ни разу не поймали. Художник должен быть бедным, голодным, чтобы создавать шедевры? Я думаю, что художник вообще никому ничего не должен. Во всем. Я думаю, что это некие социальные парадигмы 20-го или 19-го века, когда художник так или иначе зависел от финансирования извне, потому что рынок внутренний был развит слабо. Нужно было найти какого-то мецената, какую-то институцию, какую-то организацию, которая тебе поможет, продаст, галерея тебя возьмет. А в галерее очень высокая конкуренция. Сейчас у нас гораздо больше инструментов, что очевидно. Социальные медиа, коллаборации, вообще открытый международный рынок, по сути. Поэтому история про то, что сейчас художник при своей жизни, особенно при первой части построения своей карьеры до 35 лет, не может зарабатывать, понятно, что бред. Многие известные художники становились известными уже посмертно, потому что путь этот бюрократический достаточно долг. Мне кажется, в 21 веке посмертно художнику сложно стать известным, потому что если ты при жизни никому не нужен, то и с чего это ты будешь известен после смерти. Ты как считаешь? Я думаю, что все несколько сложнее. Институции тоже очень сильно изменили свой курс вообще поддержки современных художников с 50-х годов. И мы можем смотреть, особенно по Европе, по Штатам, позже, по Азии, особенно по Китаю, что если раньше порог входа художника в институцию был после 35-40, и то при огромном объеме заслуг, ближе к 60, ты получаешь уже какие-то основные выставки, проекты, биеннале и прочее, то сейчас мы увидели, что это гораздо раньше происходит, между институциями тоже появилась сильная конкуренция. То есть все очень сильно поменялось. И, естественно, сейчас из-за такого очень быстрого информационного темпа, если художник сам отвергает те или иные современные инструменты, к нему так или иначе там словно слава и оценка придет. Я не сомневаюсь, что талантливый артист, талантливый художник будет рано или поздно принят, поддержан, любим и так далее. Просто потому, что нельзя скрыть нереально крутые работы. Рано или поздно кто-то это разведит, поможет это поднять, словно говоря, в топ и максимально круто продвинуть развитие и так далее. Но обратная идея в том, что сам художник сейчас может принимать эти действия раньше, чем его кто-то заметит. В прошлые века было так, что многие художники, да и в принципе сейчас это тоже так, они все заняты искусством, они в высоких материях парят и не занимаются никак своим продвижением, рассчитывая, что когда-нибудь Щукин или Морозов 21 века их найдет в каком-нибудь, я не знаю, мастерской или в каком-нибудь даже кабаке, как это бывало, и вытащит их на выставку. Но ты пример вообще абсолютно другой, предпринимательский, когда ты еще и промоутируешь, продаешь, упаковываешь. Как ты к этому пришел? Или вот сейчас эта модель, она обязательно для того, чтобы быть успешным? Я бы начал с того, что история искусства про это давно уже все показала и рассказала. Не знаю, Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Баске или, не знаю, в какой-то мере наши футуристы, там, Малевич, Маяковский. Это тоже примеры самопромоутирования, развития, использования нестандартных каких-то тактик при вообще о том, как рассказать о проекте, как сделать так, чтобы о нем узнали. И при этом сохранение своего визуального языка, своей концепции, манифестации и так далее, и так далее. То есть двух сразу направлений, и творческой, и маркетинговой. По поводу меня, мне кажется, что для меня это просто очень органично с точки зрения какого-то мышления. То есть я это делаю не потому, что так надо, а потому, что я это чувствую, я это понимаю, я знаю свое место в том или ином отрезке времени и тот вектор, куда я хочу прийти и с чем я хочу туда прийти. Потому что ты маркетолог, ты свое высшее образование не ругаешь, как многие сейчас. Ты говорил, что в колледже экономика тебе не очень нравилась и с Excel ты жизнь свою не хотел связывать. Но вот свое там высшее образование ты не хаешь, как многие молодые герои, которые сидят на твоем месте в наших интервью. Почему? Ну смотри, я ушел из института на последнем курсе. И я ушел в момент, когда все мне знакомые, родители и прочие внушали мысль. Надо дожать, надо дожать годов покрас. Либо мы приходим к образованию за знаниями, либо мы приходим к образованию за какой-то мнимой корочкой, да, за каким-то там дипломом об обладании этими знаниями. В чем разница? Когда у тебя просто этот диплом, ты демонстрируешь факт наличия у тебя этих знаний где-то там в голове, если они вообще там есть. А реальное образование подкрепляется всегда четкой практикой. Вот и все. Поэтому вопрос к тем, кто хает свое образование, насколько их практика помогла им в принятии довольно нового решения. Нет же никакой сложности в том, чтобы, например, узнать азы рекламы просто в рамках собственной эрудиции. Дальше не следовать по этим законам, а просто знать, что они существуют. Что есть там, не знаю, какой-нибудь Агилви или кто-нибудь такой классик, мэтр или там что-нибудь посовременней, но при этом вообще на это не ориентируется. Просто об этом знать и дальше интуитивно принимать те или иные решения. Поэтому я к образованию отношусь просто как к некому инструменту. А как предприниматель, ты себя осознаешь? Я думаю, что да. Но это в принципе мера очевидная, учитывая, что когда ты растешь с точки зрения объемов работ, с точки зрения своей медийности, ты становишься не просто художником, ты становишься неким медиабрендом. Так или иначе. То есть главная цель это же независимость от других. Если ты видишь, что у тебя есть крутой арт, не жди три года, пока за ним придет какой-нибудь бренд, за коллаборацией или какое-нибудь агентство у тебя выкупит лицензию, сделай сам свой продукт. Пойми весь цикл, пойми, как он производится, пойми, как формируется стоимость, кто твоя аудитория. Сформируй из этого уже какое-то конечное предложение. Ты уже не думаешь, как найти человека, который тебя научит, расскажет или возьмет на себя все эти заботы. А ты приходишь и конкретно спрашиваешь, вот это, вот это, вот это, почему сделано неправильно? Почему вот здесь я, не знаю, вижу такие-то ошибки? И когда ты сам их контролируешь, люди работают гораздо лучше с тобой или на тебя, или тебя видят как действительно какого-то интересного, в том числе, вот как ты говоришь, предпринимателя для совместного проекта. Расскажи о своих источниках дохода, что они из себя представляют, прям по пунктам. Я стараюсь делить на такие равные доли все, что я делаю, чтобы ни один из источников не являлся для меня доминирующим, чтобы я не ориентировался на этот рынок как на то, что меня кормит, от чего я сильно завишу. Первая часть очень важная – это файн-арт, это все, что я делаю на полотнах и все, что я делаю в студии. То, что мы вот за тобой можем видеть. Здесь, кстати, вообще ничего из того, что я закончил, нет. Это все абсолютно процесс, потому что все законченные работы у меня в другом месте хранятся. Я здесь боюсь в студии хранить чистые полотна, потому что может быть грязь, пыль, какая-нибудь краска. Здесь важно понимать цикл, что написал холст в 20-м, значит, заплатил за краски, за материалы, за съемку, за аренду студии, за все в 20-м, а продавать его можно в 22-м, потому что в 20-м ты его написал, но понимаешь, что сейчас это слишком яркая идея, или нет готовой цельной концепции, серии работ, или нужно придумать для какой-то выставки. И плюс еще есть цикл логистики, продажи, еще продажи галереи, которые тебе обратно возвращают деньги тоже спустя время. То есть это долгий путь. Поэтому часто для того, чтобы заниматься искусством вот таким, важно иметь некую финансовую подушку. Даже галереям или частным коллекционерам тоже выгодно сказать художнику, привет, продай мне сейчас дешевле, потому что я у тебя готов купить сразу три работы. И многие на это соглашаются, потому что думают, это крутая сделка. А логично подумать, а хочу я ли сейчас продать себе три крутые работы, если, например, я знаю, что цена на них будет только расти, и лучше я найду другого коллекционера, который будет готов оплатить реальную стоимость рыночную, а не пытаться меня как-то подвинуть или поражать. То есть это первое. Это файн-арт. Второе – это личный бренд. Это все, что я выпускаю под своим брендом. Покрас ламфас, там одежда, аксессуары и так далее. Там все деньги, которые мы зарабатываем, естественно, сразу даем в оборот. То есть у меня нет такого, что я забираю себе из оборота даже, не знаю, сто тысяч рублей. Поэтому здесь это такая очень большая инвестиция. Это мои, потом все мои средства преобразовались в наш общий, потому что мы втроем делаем бренд. Значит, все равно мы туда постоянно свои ресурсы вкладываем. И у нас реально очень сильно растет бренд. Мы сейчас планируем открывать свой пермагазин в Москве. У нас уже с 2019 года работает с конца, точнее, нет, 20-й год, точнее, будет сказать, работает наш офлайн-магазин в Петербурге. И я вижу, что обороты только растут. Это прям очень меня радует. Плюс онлайн тоже очень круто растет. Это вторая часть. Третья часть – это коллаборация, естественно. Там получается, что проекты имеют долгий цикл. Условно говоря, проект, который выйдет в 2021-м, начинается минимум за 6 месяцев до. Часто может быть 8-9 месяцев общий цикл от первого обсуждения и презентации до сдачи уже продукта на полке. То есть ты получаешь оплату по частям. А муралы – это благотворительные цикл? Это еще нет. Это вот еще одна история. Это уже такие паблик-арт-проекты. Четвертая. Да, но паблик-арт-проекты в основном сейчас я не рассматриваю как какие-то супервысокие гонорары. Просто потому, что рынок и так просел. Мы понимаем, что сделать большой проект на улице стоит, с точки зрения даже краски, очень дорого. А если мы краски добавляем, логистику, команды, крутой продакшен и так далее, по сути получается, что я делаю какой-то большой уличный проект. Даже если ставлю какой-то гонорар, я просто им закрываю себе аренду студии или какой-то еще простой, который у меня так или иначе возникает. То есть я не могу себя выдернуть из всех циклов, но я вынужден должен что-то компенсировать. И последнее, это уже история с диджиталом, с NFT и отчасти с каким-то лицензированием работ, что сейчас тоже становится крутой точкой дохода. Но опять же, это не тот доход, который ты берешь из оборота прямо сейчас. То есть в твоем идеальном мире все это должно формировать по 20% в каждой из пяти этих позиций, чтобы везде примерно было одинаково? Минимум 20%, а если что-то из этого будет 30-40%, значит я просто отрезаю до 20% и переинвестироваю во все остальные. Ты так уже делал? Конечно. Я всегда беру самую доходную часть и распределяю ее на все остальные. Очень важно, чтобы все было независимо друг от друга. То есть когда я пишу холст, я не думаю, что у меня его должны завтра купить. Когда ко мне приходят за коллаборацией, я не думаю, что я должен завтра подписать договор, потому что у меня при этом есть холсты, диджитал и прочее, прочее. Что сейчас происходит с твоим бизнесом, как с оффлайн картинами, полотнами, муралами? У меня всегда все хорошо. Я довольный человек, потому что у меня нет зависимости от какой-то одной из сфер деятельности. Но я реально делаю все очень спокойно, искренне и могу долго ждать, например, прежде чем я покажу картину Леодома в галерее. То есть у меня есть холсты, которые я там написал в 19-м, а в продаже появились в 21-м. Я два года просто их держу, пока не пойму, что сейчас самое время об этом рассказать. показать или куда-то ее отправить. То же самое с муралами. Я могу сделать эскиз проекта, который я давно очень хотел бы сделать, и тут мне дали для этого нереальную возможность. Мне нравится факт того, что я испытываю максимальную свободу. Свобода, она причем у тебя и финансовая, насколько понимается, что сейчас ты уже, ну и всегда, насколько я знаю, отказывался от того, что тебе не нравится. Я всегда об этом говорил и всегда, в принципе, делал упор на то, что я не являюсь человеком, к которому можно прийти, например, задачи сказать «вот выполни». Никаса Фронов, например. Я не берусь оценивать других художников, в том числе, потому что есть некая профессиональная этика. Мне кажется, что относительно Никаса нужно его самого спросить или спросить, не знаю, куратора, который с ним работал, как он принимает решения. Я здесь ответственен за себя. Я считаю, что ко мне нельзя прийти и сказать «вот нарисуй нам это слово, скажи нам вот эту фразу, давай мы тебя там снимем в таком-то ролике». Если я сам не скажу, я хочу сделать так или я точно не пойму, что вот это мне один в один совпадает с моими ценностями, этого не произойдет. И поэтому я со многими, не знаю, проектами могу начать обсуждать что-то в 2017-м, в 2019-м понять, что пора бы делать, до 2020-го ждать, потом в 2021-м реализовать. Долгий цикл. Зато он максимально точно позволяет мне не потерять себя. В творчестве у тебя вещи, они могут и через 5-10 лет быть абсолютно своего времени, а могут быть и одновременно еще более прогрессивными, потому что меняется контекст, а посыл более точным становится, он кристаллизуется. Ты до сих пор работаешь с одной группой галерей. Что это за компания назови? Называется Opera Gallery. Это группа галерей, у которых больше сейчас 12 или 13 галерей по всему миру. То есть это Лондон, Нью-Йорк, Париж, Дубай, Сингапур. Например, сейчас я летал в Монако на проект, и это тоже был проект, инициированный Opera Gallery. Там я прилетаю в Гонконг на проект, который инициировала галерея в Гонконге. Я с местной командой взаимодействую. В этом плане очень глобально получается. Мне изначально было важно доказать, что я не занимаюсь каким-то локальным творчеством. Местичковым. Нет, местичковым это неуважительно. Мне важно, например, прилететь в Дубай не просто потому, что там классно можно отдохнуть, а потому что там интересно вообще сейчас сплетение западной культуры, которая туда стала приезжать с бизнесом, с проектами. И при этом очень такой жесткой восточной культуры со своими традициями, со своими взглядами на все. То есть как это будет смешиваться, как изменится лирографический дизайн в этих странах, как западные бренды под их локальную визуальную эстетику переформатируются. Я прилетаю в Южную Корею, я изучаю, как, например, даже надпись какая-то на их хангиле, на их алфавите показана с точки зрения некой ритмики. И находиться только в России для меня было бы неким вот таким барьером для свободы мысли и для свободы интерпретации. Ценообразованием тоже, насколько я понимаю, занимается твой галерист? Ну, по сути, да. То есть я думаю, что не секрет, что галерея формирует цену, исходя из стоимости работы, которую сам художник дает. То есть они не могут сказать мне, ты должен супер дешево отдать нам полотно. И уже исходя из того, сколько я поставлю за свою работу, они будут ставить свой процент и продавать ту или иную вещь. То есть, может быть, если где-то цена слишком высокая, они будут продавать 2-3 года, не страшно. Но я при этом буду понимать, что это цена, которую я считаю обоснованной с точки зрения моей работы и моего взгляда на этот рынок. Вот если коротко, по пунктам из чего формируется цена работы? Это очень сильно зависит от техники художника, количества работ, которые он выпускает в год и в целом, что является бэкграундом художника. Для художника, который пишет маслом какие-то сложные живописные полотна масштабные, может быть, 2-3 работы в год это уже много. Для кого-то, кто делал более абстрактную технику, 20 работ это нормально. Для того, кто делает какие-то скульптуры из керамики, это может быть 100 работ, может быть 50. А у тебя сколько работ в год? У меня от 15 пишется, и иногда это может быть 25 работ. Если я пишу какую-то большую сложную серию, это может как раз уровень 25-30 работ, но обычно меньше. Продается где-то половина-треть, это хороший результат. Если продается меньше, значит, либо экономика в целом на этом сегменте падает вниз, либо нужно искать какие-то новые регионы и инициировать там проекты, чтобы потихонечку расширять пул коллекционеров и, например, какие-то активности дополнительные, не знаю, выставки делать или что-то еще, что тоже влияет очень сильно на продажу. Два года назад ты говорил, что твои работы в среднем стоят от 10 до 20 тысяч долларов. Сейчас как? Ну, я могу сказать, что моя самая большая продажа была больше 30 тысяч долларов. Точную сумму я не могу сказать, но, в общем, через этот порог я прошел. Меньше работы стоить не стали. Единственное стало несколько полотен у меня совсем в маленьком размере. Там средняя стоимость, соответственно, 5-8 тысяч. На это размеры прям совсем мазьки. Главные твои покупатели – это арабские шейхи, насколько я понимаю. Мне кажется, что это не совсем так, потому что если мы говорим про последние несколько лет, то география расширилась, появились довольно важные коллекционеры, в том числе и из России. И я думаю, что дальше будет все более международный вообще пул коллекционеров, потому что, во-первых, я стал более известен за границей не только, не знаю, на Востоке или в Европе, а в целом и в Штатах, и в Азии. Плюс у меня все-таки каждым годом немножечко деформируется и меняется стиль. И если, например, работы там 2017 года были очень сильно завязаны на восточной культуре и моим впечатлениям, например, от Биеннале в Шадже, где я был художником, то сейчас очень много более графичных работ, которые не привязаны так сильно к Востоку и поэтому имеют гораздо больше интерес на Западе, потому что им эта эстетика более понятна. И месседж, который я туда закладываю, он как раз-таки глобальный про гармонию культур, про людей, про взаимодействие человека и природы, то есть то, что по сути сейчас соответствует такому глобальному взгляду на искусство. И списка Forbes клиента есть российского? Кстати, интересный вопрос, я точно не знаю, потому что часто галерея не может мне до конца сказать, кто коллекционер. Она может сказать, например, какой-нибудь интересный человек там с такого-то сегмента или там какую-то необычную фамилию назвать, а дальше я уже сам могу проверять, кто это и откуда, но, честно говоря, я не очень этим люблю заниматься. Не знаешь, да, где в твоей работе, какая у них жизнь в дальнейшем? Да, только если сам коллекционер публично не выложит, тогда я это вижу. С NFT все более прозрачно, получается? Не совсем, потому что тоже можно сделать какой-нибудь новый аккаунт, кошелек и с него приобрести работу. Например, через год сделать трансфер на основной кошелек. Сколько сейчас стоит с тобой посотрудничать? Вот в 19-м году ты говорил, 2,5 миллиона рублей коллаборация с тобой стоит. Как сейчас? Я вижу у тебя в Инстаграме массу рекламных интеграций, всего, чего возможно, очень красивых. Я не могу сказать какие-то прямые суммы по причине того, что это будет просто неэтично по отношению к юридической стороне вопрос, но если в целом, то цена выросла в несколько раз. В три? В несколько, по-разному. Мы должны понимать еще, что есть разный объем производства, например, при коллаборации, разный срок передачи лицензии и разный объем продакшена по всем внутренним моментам. То есть четыре раза? Смотри, это сейчас, знаешь, как типа моргни два раза, если выросла в два, в три раза, если в три. Но просто оно растет всегда. Коллаборации, которые выходят в 11-м году, нужно делать в 10-м. В 21-м году нужно делать в 20-м. То есть в том году я много работал над тем, что выходит сейчас. И это касается и согласований, и креативных концепций, и дизайна. Потому что, ну, ты представляешь, какой это объем работы, например, выпустить даже этикетку. Это же сумасшедшая сложность с точки зрения тестов, образцов, логистики, дизайна, гайдлайнов. То есть это вещи, которые не делаются в течение месяца двух или трех. Это то, что требует большого времени контроля процесса и работы. И поэтому для меня, например, коллаборация – это еще и потрясающий опыт, который можно получить только так. Нельзя прийти, постоять на лекции и сказать, теперь я знаю все о коллаборации. Нужно сделать все самому с нуля, научиться работать с агентствами, научиться работать с своей командой, отвечать за продукты, за результаты и за все внутренние принятия решений. Ну, такая работа – это всегда десятки итераций правок, длительные переписки, работа с агентствами. Не всегда это продуктивно. Ты как художник миролюбивый, терпеливый, покладистый или протестующий? Я профессиональный. Я четко регламентирую все шаги по работе. У каждого человека на проекте есть лицо, принимающее решение. Поэтому я не общаюсь с абстрактным агентством. Я общаюсь с конкретными людьми, которые ответственны за то или иное решение. Мы можем прописать количество правок в договоре. Сколько это обычно? Не больше пяти, обычно две-три. Две-три правки? Да. Это ты прислал две-три правки, имеется в виду всего две-три правки? Дальше уже идет доработка под носителей или под какие-то конкретные задачи. Но важно понимать, что мы все-таки не роботы, и нужно учиться работать с людьми, а не просто, ты знаешь, юристам тыкать в нос, вот договор, по нему нельзя что-то делать. Наоборот, нужно услышать человека и понять, какая задача, почему это ок, это не ок. Могу быть неправ, чтобы сделать это лучше. Потому что, понимаешь, в чем разница, не знаю, у художника и просто у предпринимателя. У предпринимателя это бизнес, это цифры, это какие-то метрики, это такая сухая аналитика порой. У художника есть очень важная деталь, это творчество, которое очень сложно проконтролировать. И это личное имя, бренд, который ты ставишь иногда в реально большом, не знаю, проекте или на каком-то носителе, который будет произведен в большом объеме. Поэтому это не может быть просто решением, это решение ответственное очень. Поэтому для меня проект это не просто, о, классно, сейчас я еще одну картинку туда отправлю и пойду спать, потому что мой юрист там все разберется. Конечно, ты 24 часа думаешь о том, как сделать проект круто. Ты думаешь, вынашиваешь, собираешь, тестируешь, смотришь. И это не может пройти легко ни для одной из сторон. Можно просто отказаться от проекта на любой стадии. Неважно, подписали вы договор или так далее. Часто до старта каких-то сложных этапов можно просто сказать, сори, давайте мы откажемся. Это не гонка, где ты должен обязательно взять, выиграть себе тендера, поставить самую там оптимальную стоимость и там конкурировать с гигантами. Мне правда нравится делать проекты даже сложные. Я знаю, что я устану, я знаю, что я буду очень много работать, но я знаю, что я сделаю вещь, которую, скорее всего, в России мало кто способен сейчас сделать на таком же уровне в это же время. И поэтому я это делаю с двойной силой, потому что для меня это тоже некий вектор развития. Ты занимаешься производством или искусством? Я занимаюсь творчеством в максимально широком смысле. То есть я создаю вещи, я создаю смыслы. Я создаю свой мир. И мой мир и моя философия включают в себя не только единичные объекты, еще и тиражные вещи, еще и какие-то экспериментальные вещи. То есть, например, я не вижу ничего предусудительного в том, чтобы художник занимался модой. Вот не знаю, вот видишь костюм? Это просто аэрограф. То есть у меня не было времени запечатывать ткань и шить костюм. Я пошел в самую простую Зару, вот так вот по всем тканям посмотрел, увижу вот этот неплохой состав, на который ляжет нормальная краска. Прихожу сюда, беру аэрограф, просто вот так вот в баночке намешиваю нужный оттенок в коричневый, чуть-чуть черного, чуть белого. Понимаю, что вот сейчас все красиво ляжет, расписываю эту штуку и завтра же на самолете улетаю в Дубай на экспо-конференцию в этом костюме. И у меня время на принятие решения и реализацию этого продукта по сути 4 часа. Поехать, купить, расписать. Я всегда делал оценку 1 рубль. Мне, знаешь, вот эти лавры того, что ты сам там кайфуешь от того, что это стало дороже, не нужны. Вот прям почувствовал, сделал. Дальше, например, я начинаю понимать, а хочу ли я сделать новую коллекцию вещей уже в тираже на основе такой паттерна. Такие художники китайские, Чань Хуань, Ай Вэй Вэй, и они работают просто на как будто целых заводах, где ходят как начальники смены, говорят, тут посыпьте серой краски, тут дорисуйте вот это, и у них трудятся сотни людей. Ты стремишься к этому? К такой модели? Не совсем. Или ты работаешь еще все-таки один, и непосредственно твоя рука, твой почерк важен? Это единственная вещь, которая для меня важна, потому что я всегда делаю все сам. У меня нет такого, что у меня 5 человек за меня что-то рисуют. Нарисовать для меня является неким ядром моей идентичности, ядром вот этой самой уникальности. То есть как бы много вещей не было напечатано, все равно написанных вручную вещей будет немного, потому что невозможно, чтобы один человек расписал вообще все. То есть научить этому невозможно? Научить можно всему, особенно при правильном подходе, но в нашем мире просто чему-то научиться не имеет смысла, потому что если ты не знаешь, как это применить, само по себе это не будет развиваться. То есть там 200 подмастерьей китайцев, которые прекрасно схватывают, умеют учиться, и ты ими всеми руководишь, расширяешься, продаешь еще больше работ, и вообще везде это тебя не привлекает. Это очень классно с точки зрения какого-нибудь необычного проекта. То есть даже вот пример с IvyWay интересен тем, что он очень много затрагивает социальных, политических вещей, где, например, работники, которые делают маленькие семечки керамические, это история про то, как вообще мы оцениваем чужой труд, как мы ручной труд оцениваем. И дальше уже идет эффект этого масштаба, когда там музеи все засыпаны и так далее. Поэтому если я почувствую, что мне хочется сделать подобное высказывание, я бы без проблем смогу организовать. Какая у тебя команда вообще? Сколько это человек? Команда у меня до 10 человек суммарно. Ядро это человек 5. То есть у нас у бренда ядро это 2 человека плюс уже там работники типа бухгалтерии. То есть Полина и Алена это у меня такая основная команда из девчонок, кто ведет бренд одежды. Дальше у меня есть 2 очень близких друга фотографа, с которыми я почти все снимаю. Это Илья Ровный и Денис Бочковский. Дальше моушн-дизайнер Семен. И он, соответственно, у меня все задачи делает по диджиталу, которая сейчас там в том числе в NFT у меня происходит. Дима есть, он в основном ассистирует мне на проект. Это все вот прямо штат сотрудников, они у тебя в найме или как? Вы партнеры между собой? Кто-то на зарплате, с кем-то мы партнеримся, плюс какая-то фиксированная зарплата. У тебя нет инвесторов? Нет. То есть это все вот собственные деньги уже, собственные средства. Да. Где наши зрители могут встретить твой стрит-арт? В Сочи на Красной Поляне. В Королеве. В Самаре, по-моему. Да, в Самаре, на набережной Маяковского. В Королеве. Да. Где еще? В Санкт-Петербурге. Это канал Грибоедова 18-20, колодец Винвуд-отеля, который можно посмотреть только изнутри. Очень интересная такая локация в самом центре города, рядом с Казанским, ну, который интересный доступ. При этом это фасад 4 или 5 этажей. Потом можно посмотреть в Екатеринбурге. В Екатеринбурге мы их несколько работаем сейчас. Есть куб в сквере, есть арка, которая находится рядом с кинотеатром Салют. Потом в Нижнем Новгороде есть у меня мурал, который находится в центре города. И скоро появится тоже одна из новых работ. Про Москву ничего не сказал? В Москве, конечно. Есть фасад на Большой Екатеринбурге 35, который сделан вместе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и посвящен поиску пропавших детей. За границей? Последнюю работу я сделал в Королевстве Монако. Это первая легальная роспись во всем, получается, государстве. Что расписал там? В казино? Нет. Там интересный такой получился импровизированный, по сути, объект. Это стена, которая разделяет публичный пляж от приватного, отельного. То есть какая-то концепция классовой ненависти там присутствует или как? У меня там, кстати, интересная концепция. Она связана со сказками, потому что мы все мечтаем попасть в Монако. И мы видим за этим такой символ спокойной, богатой, успешной жизни. И я, собственно, превратил эту стену в такую каллиграфическую иллюстрацию сказки с такими витиеватыми вензелями, серебро, золото, немножечко холомы превращаются в какие-то такие очень интересные формы. И писал как раз текст, связанный с тем, что мы закрываем глаза и мечтаем о новом мире. По сути, потому что люди там на пляж закрывают глаза и тоже о своем мечтаем. Которые за стеной дорогого отеля. Ну, по сути, да. Можно и так прочесть. Я за тобой заметил, что ты, даже зная твою загрузку, твой график, вписываешься активно во все новое, что появляется. Когда появился Клабхаус, по Акрас Лампас сидел там очень много, ну, несколько часов в день, и три, и четыре отвечал всем на вопросы, говорил, блин, у меня вот в чате сыпятся задачи, но я еще с вами в Клабхаусе посижу, чтобы первым, на первой волне собрать аудиторию, как бы, ну, занять лидерскую позицию. С NFT то же самое. Почему так? Почему ты сразу прыгаешь во все новое? Хотя многие люди, которые уже, ну, у которых там свои студии, они добились признания, медийности, они наоборот выжидают, когда там придут, я не знаю, рекламодатели. А ты сразу вот прыгаешь с головой. Хотя Клабхаус себя не оправдал. Ну, вот хайп ушел, сейчас уже там ежедневные дискуссии интересные не ведутся. На самом деле тут же вопрос как раз того, какие цели ты преследуешь. Если у тебя цель на этом заработать, да, то это, там, не знаю, нужно ждать, пока придут рекламодатели или крупные коллекционеры. Если цель разобраться, как работает технология, то нужно быть визионером. Нужно идти вперед тогда, когда остальные еще сомневаются. И чем чаще ты принимаешь какие-то смелые решения по отношению к каким-то новым вещам, тем точнее ты будешь знать, работает это или нет. То есть вот людей, которые говорят, там, Клабхаус умер там через две недели, это правда. Но за эти две недели мы изнутри такие интересные паттерны заметили, которые нам дальше в практике только помогут. Даже с точки зрения ведения дискуссий, моделирования, бесед, отвечания на вопросы, понимая, что тут сидят, там, не знаю, главреда больших издательств, если ты скажешь какую-то прям совсем новость, то это сразу появится с цитированием и в печати, и в онлайне. А вот уже пиар-цели, это такие уже вещи бизнесовые. Мне комфортно делать вещи, которые я понимаю. Если так вышло, что в новом диджитальном мире я понимаю все хорошо, значит, я буду делать это и дальше, и при этом я буду делать это круто. То есть там, если мы говорим о Клабхаусе, то у меня одна из самых больших страниц вообще от русскоязычного сегмента, при том, что я не какой-то мегаблогер. Это уже ушло в историю, хотя было пару месяцев назад. И это хорошо. Я тебе отвечаю, что дальше это может спокойно перерасти в более взрослый и понятный функционал, например, с сохранением BCR, с каким-то там, не знаю, расшифровкой через нейросеть текста, в какую-то там, не знаю, в статью. То есть это то же самое, как вообще с любым рынком. Для зрителя, который думает, что все упало, для человека, который с этим взаимодействует или часто там инвестирует или планирует какие-то долгосрочные задачи, это как раз-таки поле для деятельности. Потому что пока это никому не интересно, это стоит меньше, порог хода ниже, значит, с этим можно круто работать. Но ты уже запасся аудиторией и в ожидательной позиции ждешь, когда все там оптимизируется, чтобы напасть и вовлечь в свою идеологию. Я могу даже больше, если вы на меня подписаны, не отписывайтесь. Вам придет уведомление, когда это будет нужно. С NFT похожее. Параллель есть. Несколько месяцев назад это был огромный хайп. Мы сразу же это увидели. Там Bipple продал работу за сумасшедшие миллионы, миллиардов. Начали делать выпуск, говорить со всеми про этот NFT. Три дня назад появляется новость, что NFT рынок рухнул, токены упали на 90%. Что произошло? Да это все манипуляции. У меня большой вопрос реально, кто об этом пишет и какие эксперты вообще делают все эти выводы. Мы часто видим экспертов, которые на самом деле экспертами именно в этом маленьком сегменте не являются. Они являются, может быть, более общими экспертами по рынку. Может быть, у них есть некий особый взгляд. Но экспертности там нет. Поэтому делать выводы по просто чужой оценке сложно и неправильно. Это похоже на ту же историю сейчас с фразой «Биткоин умер в 17-м», «Эфир умер в 18-м» или «20-м». Все время умирает, я не успеваю его купить. Да, он умирает, а оказывается, что он при этом растет. Продажи токенов так или иначе упали на 90% за последний месяц. Давай будем точнее. Каких токенов? NFT. NFT токенов упали с точки зрения общего рынка. Так и сама стоимость криптовалюты сильно снизилась. Если эфир стоил порядка 3800-4000 месяц назад, сейчас цена эфира снизилась до 2 с чем-то, и сейчас держится на уровне 2700, то есть там тоже очень сильно просела. Настолько валюта местами нестабильная, что даже твит маска о том, что мы что-то не принимаем, может сильно обрушить курс. То же самое происходит с технологией NFT. Пока NFT имеет высокие продажи, топовые коллекционеры покупают, он идет вверх. Дальше происходит некая, не знаю, корректировка цен на проданные работы, корректировка каких-то вещей с точки зрения артистов, площадок. И остаются те, кому это реально интересно. И поверь, через 2-3 года мы все равно будем говорить об NFT как о том, что умерло или выросло. Сколько ты работ уже продал в формате NFT токенов? Сколько я продал? Я, кстати, продал немного. Я специально не делаю много работ на NFT для того, чтобы не заполнить рынок раньше времени и четко понимать, как устроен каждый акцион, сколько людей бьется за ставки, почему не бьется, какой можно экспериментальный арт куда выложить. Поэтому я где-то продал работу, мне кажется, 5, но при этом были хорошие продажи именно по уровню цен. И сейчас мы готовим очень большой проект. Мы будем с Binance. Binance – это главная биржа. Да, криптобиржа. Да, Binance запускает свою торговую площадку по NFT. И я буду один из первых российских художников, которые будут представлены на этой площадке на этапе первых самых главных вообще анонсов международных. Binance к тебе пришел или ты пришел к Binance? Мы познакомились с Глебом Костыревым, который директор по развитию Binance в России и вообще в Восточной Европе. И параллельно мы так или иначе друг о друге хорошо знали, потому что понятно, что у меня есть репутация, медийность и четкое видение этого рынка. А ребятам нужны действительно главные художники от страны, чтобы их представлять, пушить и тем самым, в принципе, показывать, что и в нашем регионе есть успешные артисты, которых можно посоветовать коллекционерам, которых можно реально выставить на площадку, не боясь за то, что это будет какой-то трэш или там цены сильно упадут или что-то еще. Ну как же вот не боясь, что цены упадут? Они же будут падать, пока криптовалюты не зарегулированы государствами, это нестабильные валюты, они падают постоянно и взлетают невероятным образом. Хорошо. Пока что это не будет в каких-то государственных рамках, это будет все вот так вот, сверхприбыль и сверхпотерь, разве нет? Ну смотри, это как и любой рынок, который... Серый, ну такой. Да, сейчас на вот этой заре NFT многие работы, которые выставляются, это все-таки результат некой спекуляции цен, потому что рынок еще не сформировался, нет вторичного рынка, соответственно, если нет вторичного рынка, очень сложно определить стоимость на первичном, на это логично. И по этой причине многие люди боятся туда заходить, и я с этим согласен. По поводу серого сегмента мы тоже это все понимаем и, в принципе, юридически мы даже до выхода с первым токеном, там, с очень многими коллегами обсуждали, насколько там, какие действия там легальные, как их делать правильно, как правильно там с налогообложением со всем остальным разбираться. Ну, это точно очень хорошо для художника, и цифровые художники раньше вообще не знали, что их труд чего-то стоит, там, кроме просмотров и лайков, может быть. Ты абсолютно прав, что это для диджитал-артистов нереально крутой инструмент. Потому что если там я, как художник, могу написать холст, у меня будет физический объект, то для мощного диджитал-артиста, скульптора, CG, эмоушн, дизайнера и так далее, это всегда остается просто файлом. Диджитал-арт – это и реальное искусство, это потрясающе, это нереально сложно интеллектуально, технологически, поэтому часто даже еще и ресурсоемко, потому что я смотрел, сколько стоит, например, рендер какой-то сложной сцены, это десятки тысяч рублей, просто сцены, а многие делают по три, по пять сцен, то есть там бюджет ролика спокойно может быть и 50, и 100, и 200 тысяч рублей, не говоря уже об аренде техники или о супервычислительных каких-то видеокартах, то есть это все непросто. И как раз тот факт, что раньше все артисты зависимы были от студий, которые приходили с клиентами и говорили, вот у нас бриф, вот задача, вот сроки, вы должны в рамках этого существовать, и вы так или иначе понимаете оценку своей, не знаю, работы по часам или по примерной цене рынка с высокой конкуренцией. NFT сломало эту линию рынка и позволило многим художникам действительно оценить свое творчество не только с точки зрения полезности для клиента, а в первую очередь с точки зрения оригинальности стиля и вот именно вот этой вот чистой, искренней творческой идеи и реализации. Чьи работы тебе симпатичны вот в этом формате? Я очень много слежу за зарубежными коллегами и понятно, что там Бипу это художник, за которым мы давно следили не только с точки зрения художественной ценности, а вообще влияния артиста на социо, какие-то культурные явления через мемы, через такую вот новую волну интернета, но, конечно, мне нравятся очень диджитальные художники такие прям сильные, там Бил Элис, потом Архитект, сейчас имена все вспоминаете. У них все имена просто сложные, там с нулями, с цифрами. Из российских художников я считаю, что и Степа Брикспейсер, и Эдуардов прям реально супермолодые, очень крутые артисты, которым вот прям вот дорога в будущее уже точно проложена. И ребята из Силы Света, там Артур Кадашенков, Никита Реплянский, и ребята из Ави. То есть, ну, на самом деле, если начинаешь в этом разбираться, ты понимаешь, что просто сумасшествие. Огромное количество суперталантливых ребят и девчонок. И все делают свой стиль, у всех свой взгляд, свой язык, своя коммуникация. И я очень рад, что у многих еще и сильные коллекционеры сейчас. А какая у тебя самая дорогая работа на NFT продана сегодня? У меня продана за 16,9 эфира. А по курсу, по тому, когда продавал, сколько было? По тому было 29, в какой-то момент за 50 выросло. Сейчас вообще? В районе 30-очки, ну, чуть выше. Ну, мы должны понимать, что это еще комиссия, и понимать, что я очень много с первых продаж тратил деньги на покупку других художников. То есть, у меня не было такого, что я вот получил эту крипту и такой, о, давайте мне сюда все деньги, я сейчас буду на них сидеть. То есть, у меня больше, чем на 10 эфиров было куплено работ за все время. То есть, это больше сейчас 25 тысяч долларов. Кого поддержал? Он, кстати, Эдуардова я поддержал. Что ты купил у него? Ну, для меня очень важен иногда. И не только драйв, это еще и поддержка коллег в отцах, потому что ты открываешь аукцион, и если твою ставку перебили более высокой, ребятам получается очень крутая стоимость продажи. То есть, не знаю, там, посмотришь, ты открываешь другу аукцион на, не знаю, 2,2 эфира. То есть, это там 5 с чем-то тысяч долларов. Задаешь пламочку. Да. И в этот момент ты понимаешь, что кто-то тебя перебил на 3. И ты такой, блин, ну я уже больше трех не потяну, это для меня реально очень дорого. И ставишь 3,1. Да, нет, нет, уже все, все, хорошо. Если это так оценили высоко, я только рад. Я заметил, что ты создал аккаунт в ТикТоке, набрал там какое-то количество подписчиков и подзабил на него. Привет. Я знаю, что вы скучали по этому голосу. Все верно. Это Пакрас Лампас. И я снова учу тебя писать свои буквы. Эй, мэн. Что ж, мэн? Смотри, смотри. Вау. Почему так? Времени не хватает или перспективы не видишь? Я вижу в этом мощнейшую перспективу. Просто я не очень хочу делать ТикТок просто для того, чтобы у меня был ТикТок. То есть, например, если мы говорим о контенте, который уже в ТикТоке, это образовательные ролики. Я рассказываю, как писать буквы, я снял целый цикл, и там выложено из 66 или 60 роликов только 30. То есть у меня еще 30 уже сняты, отмонтированы, я просто их перестал выкладывать. По-моему, в марте у тебя последний ролик там вышел. Да, вот. И я это к чему? На мой взгляд, сейчас в ТикТок я могу снять более крутые ролики или по-другому пересобрать, перемонтировать, интегрироваться в те, что есть. И у меня сумасшедшая идея. Я очень хочу ее круто реализовать. Я готов подождать 3-4 месяца вообще полностью нулевой активности, чтобы потом вернуться и показать, что вот так я вижу, можно сделать круто. Что еще планируешь делать? Ну вот сейчас у меня активно кипит работа над Евро 2020, где я представляю Петербург, и мы готовим большое количество разных сумасшедших, необычных каких-то интеграций. От росписи пространство рядом с одной из площадей до гигантских пятиэтажных баннеров с моим артом. Представляешь, вот 15 этажей, фасад здания будет завешан гигантским баннером афишек моей новой выставки. Совсем скоро. Ты с ума не сходишь от этого, когда проходишь мимо, мурашки не идут по телу? Пока я спокоен. Но на самом деле я понимаю, что это большая ответственность, и я рад, что мне иногда получается моими действиями и проектами вызывать доверие и доступ к таким сумасшедшим масштабам. Да, это, на мой взгляд, действительно большая честь поработать от имени, по сути, города, от имени спорта, будучи простым художником из Королёва, из Петербурга. Давай в завершение нашего интервью посоветуй что-нибудь ребятам, которые нас смотрят, как свою любовь к творчеству превратить в такой разноплановый бизнес, и чтобы не быть бедным художником, а быть классным, знаменитым, летать по всему миру, работать с крупными брендами и радоваться жизни. Забудьте, Асим. Самое главное. Да слушай, не бывает главного одного, по причине того, что мы живем в очень многомерном, сложном мире, где, если бы все знали какой-то один простой ключ к успеху, все бы сейчас сидели на этом стуле, да. Но жизнь, она как раз-таки очень нелинейна, поэтому важно помнить, наверное, о такой истине, что нужно делать вещи не для кого-то, а в первую очередь для себя. Ты свой самый главный судья, самый главный надзиратель, самый главный вдохновитель и самый главный, по сути, вот этот стержень, фундамент. И доверять себе при этом нужно максимально, потому что вот эти истории про сомнения, когда кто-то не знает, как поступить, спрашивает совета, ему дают один совет, один человек, другой, второй, третий, третий, проводят к тому, что не происходит какого-то своевременного точного решения. Важно четко иметь свою собственную позицию, а это откатывает нас к точке того, что нужно иметь свою собственную философию. Потому что если ты понимаешь, что происходит, знаешь, что ты делаешь и знаешь, зачем ты это делаешь, не возникает вопросов, как это сделать. Ты ищешь пути, как это сделать, потому что ты знаешь, зачем ты к этому идешь. То есть, потому что все время тебя что-то пытается, знаешь, столкнуть своего камня, грубо говоря, вниз, а на камне балансировать реально иногда непросто. То есть вот даже сегодня мы пишем интервью, я в 3 часа закончил проект, сегодня ночью, а встал я уже в 10, чтобы открыть двери мастерской. При этом мне еще нужно было доехать до дома, немножко прийти в себя и так далее. То есть у меня сегодня сна было меньше с каких-то 4-5 часов, меньше даже. То есть это жестко, это реально. И я вот сейчас закончу интервью, у меня пойдут снова проекты, встречи. Сегодня ночная основа роспись, параллельно еще куча юридических моментов. Вчера мы еще и по коллекции решали. То есть это вообще нескончаемый поток работы, всегда. И творчества там много. Я беру много задач только по причине того, что я знаю, как их решить. И я знаю, что мне никто не будет мешать их решать. А ты не устал? Все устают, я тоже устаю. Ну вот когда смотреть на закат, вдыхать сирень? Ты знаешь, вот самое смешное, что ты начинаешь ценить время, только когда у тебя этого времени мало. Вот честно. Мы редко... Я тебя прекрасно понимаю. ...довольствуемся вещами, когда у нас этого в избытке. И когда ты говоришь мне о закате, я сегодня, чтобы успеть на разводку мостов, потому что я живу на Ваське, ехал из центра, и у меня был вариант либо вызвать такси, я был весь в краске, руки в краске, кроссовки в краске. Я понимаю, что таксист точно будет прям супер расстроен, что я еду реально в грязи практически у него в машине. Это даже некорректно по отношению к водителю, даже если предложить ему потом химчистку салона или что-то еще. Я, в принципе, все понимаю, я знаю, какие риски я могу заложить в смету проекта. Но суть в том, что я вижу, что я по времени никак не успеваю. И я просто выхожу на улицу и вижу какой-то стоит самокат вообще какой-то новой фирмы Rental. То есть я даже не знал, что это за бренд. Я просто сканирую QR-код, скачиваю приложение. У меня три минуты, чтобы подтвердить карту, сразу его заарендовать. Я на нем еду, и я успеваю за минуту до разводки мостов проехать через эту разводку. И я стою и вот так вот снимаю сториз, как у меня красиво разводятся мосты. Белая ночь в Петербурге. Я прекрасно подышал воздухом, сдал проект. И я испытываю усталость, но при этом я испытываю удовольствие от того, что я делаю все по какой-то своей отчасти интуиции, отчасти по пониманию, что мне нужно и как. И мне реально от этого комфортно. Мне нравится устать от того, что ты делаешь что-то крутое для себя. Спасибо, Покрас. Очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok